Друзья, всем привет! Как вы видите, снег уже растаял, все начинают потихоньку выбираться в лес. Ну а тем более, что скоро у нас с вами майские праздники, все поедут на дачу, в кемпинг, просто отдыхать на природе. Продолжаем с вами тему обзоров кемпингового и туристического снаряжения. И сегодня мы поговорим про складной мангал из нержавейки от отечественного производителя Clever Camping. Я думаю, что многие из вас, кто следит за жизнью канала, знают, как я отношусь к людям, которые используют одноразовые мангалы. Мягко говоря, я их недолюбливаю. Нет, если вы берете одноразовый мангал и используете его много раз, то вы красавчик. А если вы его покупаете и используете один раз, оставляете на природе, не забирая его с собой, не утилизируя, то для вас подготовлен отдельный котел. Я думаю, что тема более чем актуальна, поэтому заготовьте печеньки, присаживайтесь поудобнее. Погнали! Ну что, приступим. Покажу его сейчас поближе, по ТТХ с вами проговорим. И обязательно что-нибудь приготовим, потому что голодный жутко. Интересно, как он себя покажет при высоких температурах, поэтому сегодня будем тестировать по полной программе. Жечь в нем березовые дрова. Поставляется он в такой сумочке для переноса из ткани Oxford плотностью 600 денье. Сам мангал весит 2,5 килограмма. Начнем с комплектации. Есть паспорт изделия, где можно посмотреть, как его собирать. Но на самом деле здесь ничего сложного нет. Откладываем в сторону. Такой мармелад. Где-то это я уже видел. Прикольно. Идем дальше. Положили перчаточки. Когда будете складывать обратно мангал, руки пачкать не будете. И также положили еще такое пахало, чтобы у вас все сразу было с собой, чтобы нормально отдохнуть и не бегать там по магазинам, ничего не искать. За вот такие мелочевки это прям плюс. Дальше идет уже комплектация самого мангала. Она обычно лежит внутри самого мангала. Но я его немножко по-другому использую, внутрянку мангала. Чуть позже покажу. Поэтому у меня комплектующие лежат просто сверху на нем. А так это все внутри. Умещается там, места внутри довольно-таки много. Это две стенки боковые. Нержавейка. Реально толстая. И еще как дополнительная опция есть такая решеточка, на которой можно что-то кипятить, что-то жарить. То есть просто поставить на край шум мангала. Чуть позже с вами посмотрим. И что-то готовить в кастрюле, либо на сковородочке. Также идет такая кочерга из нержавеющей стали. Она внутри полая. То есть это трубка. Ей можно что-то ворошить, перекладывать угли, либо при необходимости можно раздуть в каком-то определенном месте. То есть вот такая из нержавейки кочерга в виде трубочки. И далее уже сам мангал. Сумку убираем, нам пока не понадобится. Вот сам мангал. Почему у меня все это лежит отдельно? Потому что я положил во внутрь мангала уголь в брикетах. 1,8 килограмма получается уместилось. Мне брикеты больше нравятся, чем обычный древесный уголь, потому что его хватает надолго. Он имеет более равномерный жар и при этом занимает меньше места. Давайте покажу, как он раскладывается. То есть, ну, понятно, у вас внутри все, что связано с мангалом, боковушки. Также решетка сюда влезает. Можно положить набор шампуров, которые подлиннее сюда влезут. Перчатки, опахалы, разжигу. То есть, как вы видели, даже брикеты сюда без проблем помещаются. Высота позволяет. Вот так вот он выглядит с торца. Раскладываем ножки. Кстати, в ножках есть отверстие. И можно его как-то зафиксировать, чтобы он у вас никуда не шатался, не болтался. Может быть, какими-то колышками прибить. И сейчас замерим, давайте, сразу размеры, пока мы далеко не ушли, чтобы к этому не возвращаться. Так, ширина мангала 27 сантиметров. Длина 41 сантиметр. Давайте посмотрим глубину, вот когда он в закрытом состоянии. То есть, туда у вас поместится что-то высотой не более 5 сантиметров. Размеры я вам сказал по поводу стали. Заявлено, что это нержавейка, которая не магнитится. Давайте сразу проверим. Фонарь с магнитным торцом. Давайте сразу покажу, чтобы, вот видите, на нож магнитится. Нержавейка к нему не магнитится. Вот, показываю. Видите? По толщине стенки 0,8 миллиметра, дно 1 миллиметр. Повторюсь, вес 2,5 килограмма. Собирается он довольно-таки просто. Вот здесь есть прорези. Заклепки, болтики, все из нержавейки. И просто сюда вот он вставляется. И от руки закручивается. Естественно, если вам нужно прям очень жестко, можно и ключом закрутить. Но это все без проблем закручивается от руки. И ничего не болтается. Так, одну сторону. И сейчас вторую сторону. Просто притянули от руки. Не надо здесь ключом, на самом деле, ничего делать. Так, вот мангал собран. И вот эта опция, повторюсь, можно дозаказать и использовать его как плиту. Отсюда подкладываем дрова. Здесь у вас плита. И когда нужно пожарить много, например, мяса, либо решетку поставить, снимаете, и у вас увеличивается пространство, где доступны угли. Так, давайте еще на всякий случай скажу. Высоту от земли до дна мангала 13 сантиметров. Вот здесь пространство у вас. Посмотрим, будет ли он под собой что-то топить. Но мы сейчас здесь костер прям реально разведем, потому что хочется проверить его на максимальном жаре. Поэтому давайте пока вот это снимем. Закидываем дрова, разжигаем. И что-нибудь приготовим. Так, не будем терять время с огнивыми, я голодный. А, кстати, пока горят дрова, я сейчас поставлю чайничек, чтобы чайку попить. Пока мы ждем угли. Здесь есть отверстие внизу, через которое также можно разводить огонь. Кладем дрова. Прям мелочиться не будем. Сразу сейчас все закину. Они сухие. Прямо вот по максимуму сейчас забьем, чтобы углей было прям хорошо. Это вот даже с избытком, но проверим. Ну, как вы видите, тяга нормальная. Дрова, естественно, я взял сухие, чтобы они так помощнее жардали. И снизу есть приток воздуха с обеих сторон. Поэтому горит все нормально. Сейчас они немножко прогорят. Я поставлю решетку, которая как комфорка у нас будет работать. Конечно, это все лучше делать, когда он еще был холодный. Так, комфорку, конечно, надо было сразу поставить. Что-то я тупанул. Сейчас это все на горячую делать не так удобно. Давайте прямо краешку подвинем, чтобы красиво было, правильно? Оп. Так, все поставили. Ну, короче, нужна какая-то палка. Потому что она встает в распор, чтобы не болталась. Ну и теперь ставим чайник. И ждем. Пока закипит заодно. Ждем, пока прогорят дрова. Хорошо сидим. Кстати, небольшой ловхак. Чтобы хранить шампура, шампуры, шампуры, напишите, как правильно. Все время забываю. Термоусадка. Просто подбираете под размер, чтобы они все туда влезли. И очень удобно хранить. Можно немножечко ее термоусадить, чтобы поплотнее было. Кстати, даже с установленной решеткой отлично горит. Тяга хорошая. Жар здесь прям такой хороший. Сейчас чаечек заварится, попьем. А потом поставим мясо. Мне придется потом снять решетку, чтобы у меня влезло. Раз, два, три, четыре, пять шампуров. Можно прямо на ней что-то готовить. Это нержавейка. Прямо на нее какие-то колбаски кинуть. Аккуратнее только. Она очень горячая. Давайте пока сбоку поставим, пусть остывает. И ждем пока у нас прогорят дровишки. По поводу нагревается ли земля. Видите, он горит уже где-то минут сорок. Около того. И чуть теплое может быть. То есть жар от дна вниз идет не сильно. Это плюс. Кстати, еще как пример использования вот этой штуки, когда вы на ней не готовите решеточки. Ее можно использовать в качестве подставки под горячее. Когда уже осталось, естественно. Углей много получилось. У меня сам листок не нужно было, но я хотел вам показать, как он справляется с большим жаром. Земля внизу не нагрелась, что хорошо. Но сегодня ветрено. Это тоже стоит учесть. Здесь как бы хоть как-то продувается внизу. Я думал, что он под собой будет палить землю, но вы видите, ничего не происходит. Что не может не радовать. Делал на глаз. Вроде все помещается. У меня сейчас 5 шампуров лежит. Сюда, наверное, войдет без проблем 7 штучек. Ну, либо длинно используйте поперек. Тут уж как вам больше нравится. А что еще, кстати, хотел сказать. На кочергу я бы сделал более яркую обмотку, потому что можно потерять ее в лесу. Ну, какую-то яркую, там, не знаю, желтую, красную, салатовую. Потому что, когда она лежит на земле или в траве, ее просто очень легко потерять и забыть. Будет обидненько. Такие ароматы стоят. Надеюсь, у вас что-то вкусненькое под рукой. Ребятушки, думаю, снимать уже пора. Ну, мне кажется, более чем. Здесь, кстати, угля еще осталось на еще одну порцию, если не на две. Ну, как я говорил, что мне это многовато, но мы с вами проверяли на максимум, скажем так. Если у вас сейчас ничего нет под рукой, поставьте на паузу, быстренько сбегайте, что-нибудь себе сделайте. И приятного вам аппетита, и приятного мне аппетита. Сейчас я покушаю и попробую с вами его обратно собрать. Посмотрим, повело его или нет. Так, господа, разбираем. Я его уже высыпал из него все. Все остыло. Держаться можно. Единственное, обратите внимание, когда будете его собирать, уже корпус остыл, потому что он тонкий, относительно болтов. Болты еще могут быть горячие. Обратите на это внимание. Все из него высыпали, ничего нет внутри. И давайте я одену. Не зря же нам в комплект положили перчатки. Только единственное, когда особенно с горячим работаете, вот этими пупырками разворачивайте лучше в другую сторону, чтобы у вас они не расплавились. То есть я их все время одеваю наоборот. Перчатки, когда с горячим чем-то работают, чтобы не испортить. Потому что потом будут следы от резины. Так, я закручивал от руки. И, в общем-то, от руки... И от руки все отворачивается. Здесь, здесь. Если не отворачивается, можете немножко вот... Пошатать. Да, вот здесь нажать нужно было. Винты просто еще горячие. Они, сами понимаете, немножко расширяются при нагревании. Они просто еще не остыли. Так, ну что, рукавушки снимаем. Сильно не затягивайте, потому что при нагреве потом будет сложно складывать. Вот сейчас я ослабил, все нормально закрывается. Собираем все вовнутрь и убираем в чехол. Боковушки. Сейчас посмотрим, может, у шампура влезет. Я сюда не буду класть уже брикеты обратно. Решетку. Да, наискать, смотрите, даже мои шампура зашли. И... Все остальное. Закрываем. Откладываем ножки и убираем в сумку. И все это в сумку. Все, готов к транспортировке. Друзья, на этом все. Надеюсь, данный обзор был вам интересен и полезен. Чаще ходите на природу, активно отдыхайте, вкусно кушайте на природе, пользуйтесь только качественным и крутым снаряжением. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok